Будет ли кому-нибудь из МВД стоить провокационный портрет Джаныша Бакиева, вывешенный в их ведомстве, пока непонятно. В то время как общественность гремит возмущениями, министерство отмалчивается по поводу причин такой оказии и стыдливо прячется за различными отговорками. Появился же этот портрет 10 ноября в здании службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Там состоялось открытие стенда с фотографиями руководителей этой службы в разные годы. На церемонии перерезания ленты начальник службы сказал, что открытие этого стенда – дань уважения старшему поколению. Третьим слева оказался пожизненно осужденный Джаныш Бакиев. Там он был изображен в генеральской форме, хотя на сегодня лишен абсолютно всех воинских званий, в том числе и звания генерала-лейтенанта. Брат беглого Курманбека Бакиева руководил этой службой в 2000 и 2001 году. У Нуреи Айдабусуновой 7 апреля 2010 года на площади Аллатоо убили сына. Он работал преподавателем. Женщина говорит, что новость о портрете Джаныша Бакиева в МВД прошла ножом по сердцу всех матерей, которые в тот день потеряли своих детей. Нурея считает, что это не могло быть просто ошибкой. По её словам, родственники погибших готовы даже обратиться к президенту, чтобы он принял соответствующие меры. Я считаю, что это даже не ошибка. Это просто диверсия какая-то против собственного народа. Поэтому считаем, что людей, которые виновны в этом, что вывесили этого убийцу. А мы так и написали у нас, мы это скажем, что и Бакиев, и Братев – это убийцы. Мы там даже назвали заказных. Кто по заказу ими были убиты. Всех их не перечислишь, не говоря о наших мальчиках. Поэтому те, кто это сделал, должны просто понести наказание элементарно. Государственный деятель Эмильбек Каптагаев говорит, что портрет Джаныша Бакиева в стенах правоохранительных структур логично вызывает острую реакцию людей. Каптагаев отмечает, что если там и решились упомянуть бывшего начальника, то непременно следовало указать все его преступления. С точки зрения истории это было бы справедливо. Так еще и служило полезным напоминанием для всех молодых поколений. Если даже вот там должна висеть информация по Бакиеву, в частности о нем говорим, Джаныша, то скорее всего в таких случаях, когда человек осужден, он не является преступником, там не должно висеть портрет во всем величии. Скорее всего в этой рамочке должно висеть черно-белый текст в уголочке портретик, может быть, фотография, описанием его преступлений, за что осужден, кем он является и как он лишен всех званий или там регалий. Эта информация должна висеть. В службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков портрет сняли. Сейчас на месте фото брата беглого, экс-президента Курманбека Бакиева, пустое место. Принесли извинения и сказали, что произошла ошибка, мол, Джаныш Бакиев попал по списку в числе других без какого-либо умысла и намёка. Уважаемые граждане, СБНОН МВД приносит извинения общественности за допущенное недоразумение. Были вывешены портреты бывших руководителей подразделения по борьбе с наркотиками, где Джаныш Бакиев попал по списку в числе других без какого-либо умысла и намёка. Однако произошедшая ошибка была сразу исправлена и портрет сняли со стенда. Но на камеру в службе нам давать какие-либо комментарии отказались, не разрешили и снимать стенд с убранным портретом. Бывший руководитель службы по борьбе с наркотиками Мадияр Кулуев, портрет которого, к слову, тоже висит на этом стенде, говорит, что на церемонии заметил портрет Джаныша Бакиева, но вопросов задавать не стал, так как мероприятие было торжественное и на нём присутствовали люди с высокими званиями. То, что портрет потом убрали, Кулуев считает правильным решением. Ну, фотографию убрали, я считаю, это правильно сделали. Чисто моральные соображения, мне кажется, правильно убрали. Ну, руководство Гумнон как раз об этом дали опровержение. Извинились, мне кажется, на этом достаточно. А что кто виноват, кто нет, это история, Аллах рассудит нас всех. Напомним, что Джаныш Бакиев признан виновным по целому списку преступлений. Брат беглого Курманбека Бакиева признан виновным в массовом расстреле демонстрантов 7 апреля 2010 года. Суд признал, что тогда он возглавлял службу госохраны и лично командовал происходящим. В апрельских событиях погибло 84 человека. Только за это Джаныш Бакиев приговорен к пожизненному заключению. Также на его счету несколько заказных убийств, среди которых и убийство экс-руководителя администрации президента Медета Садыркулова. Елизей Кирпиченко, Ирлан Кемельвеков, Антаэс.